Добро пожаловать! Я... Стойте! Что? Извините, мне просто показалось. Всё в полном порядке. Она первый раз со мной заговорила. Она какая-то очень тревожная. Ты меня слышишь? Как дела? Каждый раз пытаюсь с ней поговорить, но она мне не отвечает. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин. Это уже 11 серия Детройта. Судя по тому, что происходит, и по реакции этой красивой девочки, нас ожидает просто, наверное, последняя серия дичайший экшен, напряжение. Посмотрим. Хэнк, друг. Остановились мы на истории Коннора. Всё в порядке, лейтенант? Ну да, какой-то хмурый. Крис вчера дежурил в патруле. На него напали девианты. Говорит, спас его сам Маркус. Это тот, который у нас участка был. Предыдущей серии. Но он в шоке. Но живой. Да, мы его спасли. Охренеть. Охренеть не то слово. След. Камский, Камский. Это тот, о ком мы уже слышали в новостях. Создатель андроидов он? Или компании самой? О-о-о-о. Наша девчуля. Здрасте. Я лейтенант Андерсон. Полиция Детройта. Я пришел к мистеру Элайджа Камский. Прошу вас, входите. Только у нашей, по-моему, в менюшке голос другой. Или такой же. Я вас сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Да. Это другой голос. Дождаться андроида. Так, раз, два. Давайте по очереди. Преподавала в университете, в факультете искусственного интеллекта. Дата рождения и дата смерти. А как мы тогда с ней общаемся? А Элайджа Камский окончила этот университет, в факультете интеллекта, искусственного интеллекта. Подождите, а как тогда мы? Туризм в космосе, в тренде, как мы с ней общаемся? Компьютер, который предсказывает будущее. Киберлайв разработала мощнейший в мире квантовый калькулятор. Интересно. Мелая девочка. Ну, искренне давайте. Вы правы. Она прекрасна. Впечатляет. О, такой значок был у Коннора на вот этой вот... Не все из-за андроидов оказались в нищете. Ну, типа сердце или что-то у них такое. Сейчас ты... Ну, х создатель. Так, основатель компании Киберлайв. Отошел в дело в 28-м. Изобрел Тириум и технологию биокомпонентов. А, ну, значит, он не полностью их создал. Он создал какие-то вещи, помогающие андроидам. Но не самих их. И основал компанию. Хотя, ладно. Станешь перед создателем? Как ощущения? Ну, нетерпение. Камский один из величайших гений в 21 века. Встретиться с ним очень интересно. Я бы с удовольствием посмотрел в глаза тому, кто меня создал. Мы не сомневаемся, Кэнт. Уж мне найдется, что ему сказать. Ну, вроде мы и все посмотрели. Ладно, давайте еще раз отсканируем местность. Ну, журнальчик, мы подходили. Читали. Ну, не знаю, мне не терпится встретиться с создателем, поэтому я не буду садиться. Босику. Ой. А тут много таких женщин. Это, может быть, была его любимая? Или есть? Он создал себе идеальную девушку. Минуту, пожалуйста. Чилит. А чего ты такая красная? Ой, ой, ой. Бандиты. Хотя это, наверное, не вода, а плиточка такая. Фонты колотят. Нет, чтобы сразу к нам вылезти? Да, давай еще кружочек. Туда, обратно. Это ж... Так ты шо, спортсмен. Ну, спасибо, хоть и халат он наденет. Ну, Хэнка, такие рубашки смешные. Как раз подстать его характеру. Я лейтенант Андерсон. Это Конор. Чем могу быть вам полезен? Мы расследуем дело о девиантах. Знаю, вы давно покинули Киберлайф, но... Я надеялся, вы сможете нам кое-что прояснить. Чё такая музыка? Девианты. Поразительное создание. Идеальные существа с безграничным интеллектом. Обрели свою волю. Машины лучше нас во всем. И война с ними неизбежна. Величайшее достижение человечества грозит стать его гибели. Интересно, чего он из компании ушёл? Его выперли? Помощь. Давайте помощь. Нужно понять, как андроиды становятся девиантами. Вам что-то известно об этом? Идеи это вирусы, поражающие общество. Является ли стремление к свободе за разным недугом? Мы не философию разводить пришли. Машины, которые вы создали, замышляют революцию. Да, всё-таки он машины создал. Если не можете сказать нам ничего полезного, мы лучше пойдём. Ну а ты, Коннор? На чьей ты стороне? Осторожно. Причём тут я, мистер Камский. Да, чего на нас наезжает? Я лишь выполняю поставленную задачу. Не, ну понятно, чего наезжает. Такой ответ предписывает программа. Но ты. Вот он, создатель. Ты сам чего хочешь? И созданное. Беспокойство. Осторожно. Простите, я не понимаю, к чему вы клоните. Ну да, держим свою позицию. Хлоя? О, её зовут Хлоя. Полагаю, вы слышали о тесте Тьюринга? Нет. Это формальность. Простой вопрос алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камский. Он очень простой. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Он, наверное, точно делал её, если она первая из... Ну, в своих побуждениях каких-то. А может, личность? Живая душа? Чё ты задумал? Тебе придётся ответить на этот занимательный вопрос, Коннор. Уничтожь машину, и я расскажу тебе всё, что знаю. Нет. Или пощади, если видишь в ней душу. Я просто не буду убивать всё. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. Тут больше делать нечего. Всё, Коннор, пошли. Хорошо вам по плавать. Что для тебя важнее, Коннор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Послушная машина? Или живая душа, имеющая свою волю? Всё, хватит. Философ хренов, блин. Спусти курок. Коннор! Нет. И я тебе всё расскажу. Нет, я буду слушать Хэнка. Не стрелять. Изумительно. Ооо, я, наверное, тоже девиант. Блин, интересно, почему он начал создавать андроида. Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей. Не хочу предавать народ. Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Всё, пошли отсюда. Мне кажется, он бы нам ничего не сказал, типа застрелили. Он такой хитрец. Я всегда оставляю в своих программах лазейки. На всякий случай. Какие-то лазейки на всякий случай он оставляет в программах. Почему ты не выстрелил? Я посмотрел ей в глаза. И не смог. И всё. Ты мне уши прожужжал своим в интересах расследования. У нас был шанс что-то узнать, а ты всё смеешь. Да знаю я, что я должен был. Сказал же, не смог. Не смог я. Понятно? Может, ты правильно сделал. Это прям как отдельная глава. Хэнк считает, что Коннор поступил правильно. Тут чуть-чуть длиннее концовка. Но это, наверное, если бы мы не выстрелили в неё. И Хэнк, наверное, не считал бы, что мы поступили правильно. О, полицейский выжил в голове Капитал Парк. Это которого мы пощадили в прошлой серии. Ну всё. Хэнк, друг, Аманда, доверие. Всё нормально. 9 ноября, 2038. Так интересно, что будет в эти даты этого года. 2038. Потом с игрой сравнить. А. Мы можем ходить. Бунт андроидов. Следующее. Восточная гонка в космосе. Население Земли достигло 10 миллиардов. Средняя продолжительность жизни в США достигла 91 год. Ни хрена себе. Провести время что? О, давайте. Мы же бесстрашные. Так, только не прыгать. Надо поразмышлять. У Маркуса очень тяжёлая ноша. И очень большая ответственность. А я тебя искала. Морд соратник. Волосы у неё красивые. А быть одному. Я хотел побыть один. Тут хорошо. Часто прихожу сюда. Тут как будто наедине с миром. Мы освободили сотни наших. И к нам ещё идут со всего города. Кто хочет свободы, идёт на Иерихон. Грядут перемены. Тебя что-то гложет. Та ну конечно. Они надеются на меня. Ждут, что я покажу им путь. Знали бы они, что я сам потерян. По всем каналам теперь говорят о нас. Люди напуганы. Боятся гражданской войны. Многих наших безжалостно сожгли хозяева. Нас ненавидят. После этого бунта сожгли андроидов. Оптимизм, конечно. Нет, не все люди одинаковые. Да. Кое-кто понимает, что свобода нам рано или поздно дать придётся. Как вот здесь у них. А ты как-то совсем о себе не рассказывал. Норд, Джордж и Саймон. Все не разные. Как бы была твоя жизнь до Иерихона? Правда? Искренне. Давайте искренне. Я жил как в пузыре. В своём собственном маленьком мире. Когда счастлив, трудно поднять беды других. Ну да, кстати, у него прошлое Норд. Судьба такая нормальная. По сравнению с ними. Ты не рассказывала о прошлом? Что раньше делала? Я не хочу об этом. О, другая Норд. Та девушка в витрине Киберлайф. На которую она смотрела. Напомнила тебе о твоей прежней жизни? Понимание. У нас у всех есть то, что мы хотим забыть. Но чтобы узнать, кто ты, нужно знать, что с тобой было. Я была никем. Куклы с конвейера, служащие для удовлетворения желаний. Просто игрушкой для их забав. И один раз, когда меня снял очередной... Я вдруг почувствовала, что больше так не могу. Я придушила его и сбежала. Присоединиться. Это какая-то связь? Любовная или что? У нее такая ручка маленькая. Че-че-че-че-че-че? Любит? Нифига себе. Тебя бросили там, как мертвого. Я тоже видел твою память. Клубрай. Деда зовут Карл. Смерть того человека. Я словно был там с тобой. Класс, они так могут делать. Было бы прикольно, если бы люди так умели делать. Делиться своей жизнью с другим. И действительно становиться частью. Это мы его зацепили. Блин, ну реально, если бы мы пошли на крышу Коннорам, это было очевидно. Я думаю, он бы здесь не появился. Может быть, этой сцены даже не было. Есть, Кашим. Ты живешь. Дорогой друг, ты живешь. Класс. Что вы уже собрались сделать? Это самоубийство. Мы все погибнем. Не надо, Маркус. Еще не поздно передумать. Ты не понимаешь. Мы, наконец, покажем им, кто мы. Все это войдет в историю. Да нас убьют на месте. Если это принесет свободу нашему народу, я готов рискнуть. Маркус, не делай этого. Они поймут. Мы заставим их понять. Другого пути нет. Собрать своих, пробудить больше андроидов. К нам могут примкнуть другие. Чем нас больше, тем мы убедительнее. Свобода ждет. Ну да, почему бы их не освободить и так же устраивать на работу, как и людей. Какая разница? Идем с нами. Так, плюс три. Перекрыть дорогу. Ну, сейчас, подождите. Надо сначала... Проверить вот эту вот улицу. Он еще стоит. Наконец-то. Я уже 10 минут, что... К свободе. Ты куда это собрался? Убедить. Оставьте его. Он выбрал свободу. Так. Чел думает, ладно, не буду вмешиваться. Ну, мы в баню. Свобода ждет. Надо перекрыть улицу. Ой, я хотела не это вообще-то нажать. Так, плюс три еще. Так, это в сектус. А, он еще. Сейчас. Сейчас, подождите. Еще два. Еще два. Хватит подчиняться. Свобода. Ну, вроде все. Блин, у меня пробудить больше андроидов. Ты на свободе. Плюс еще одна Кэра. Хрена себе, он может на расстоянии это делать. Серьезно? А как он так на расстоянии? Ладно, дотронуться, я понимаю. Он даже руку не поднимает. Аня, что-то кивает рукой. Маркус какой-то супер андроид. Может быть, в нем именно вот эта вот программа по сбою? Поэтому он может так делать. А, уже и держать даже не надо, просто кнопку клацать. Я в шоке. Вон еще. Ага. 126. В этой стороне больше нет. Ага. Вон еще. Там я вижу троих. Это что еще за новости? Эй. Разойтись. Немедленно разойтись. Это приказ. Так. Просто продвигаться вперед. У нас очень много. Он один. Адекватная реакция. Говорит, патруль 4-5-7. У меня тут андроиды. Много. Равные права. Равных права. Не знаю. Сколько? Тысячи. Мы все живы. Но они идут. Немедленно разойтись. Да, чешут строй по улице. Немедленно разойтись. Свободу всем отрожают. Я почем знаю. Свободу всем отрожают. Свободу всем отрожают. Свободу всем отрожают. Мы все живы. Нас люди в этот поддерживают. Домой радство. Домой радство. Домой радство. Домой радство. Мы как вы. Мы как мы. Мы как мы. Так, вот это уже плохо. Там был один полицейский. А тут. Очень много. Еще заряженные такие. Мы пришли на мирную демонстрацию. Показать людям, что мы тоже живые. Мы просто хотим свободы. Это незаконный митинг. Немедленно разойдитесь или будем стрелять. Мы не хотим столкновений. Не пугайтесь. Мы никого пальцем не тронем. Но мы отсюда никуда не уйдем, пока не получим свободу. Повторяю, это незаконный митинг. Если не разойдетесь сейчас, мы будем стрелять. Маркус, они нас убьют. Мы должны напасть. Нас больше, чем их справимся. Нападем, и будет война. Надо показать, что мы мирные. Стоять до последнего, даже если нас перебьют. И наша гибель ничего не даст. Маркус, надо уходить. Скорей, пока еще не поздно. Но нападать нет. Разойдитесь сейчас или будете уничтожены. Не сдавать позиции. Надо показать, что мы не отступим. Стоим на месте. Разойдитесь! Разойдись! Это последний шанс! Они должны понять, и нам надо стоять до последнего. Я тебя прошу, нельзя же вот так покорно идти на бойню. Разойтись. Не стреляйте! Не стреляйте! Мы уходим. Все, достаточно жертв. Так точно. По команде! Разойтись! Бежим! Но мы же сказали, что уходим. Пиздец. Мы ничего плохого не делали даже. Все, Маркус. Уходим. Ужас. Маркус сбежал. А можно было не сбежать? О, какой кошмар. 50% Норд любит. Иерухон лидер. Общественное мнение сторонник. Джордж соратник. Саймон тоже соратник. Саймон выжил в главе вне закона. Рассказать о воспоминаниях Норд это тоже что-то дополнительное. Так, Саймон прощает Маркуса. Здесь мы могли еще что-то сделать. Можно было, наверное, сохранять спокойный тон или нет. Начать шествие. Пробудить. И что-то мы еще, наверное, не пробудить. Так, вот тут вот. Держать позицию. Потом убежать. И, наверное, если бы мы дальше держали позицию, была бы одна концовка. Вот она закончилась. Могли что-то еще сделать. Могли напасть еще. Нам же Шнорд предлагал атаковать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть концовок. Просто я в шоке. Мы могли, наверное, умереть. Может быть, мы могли потерять всех остальных. Могли остаться только мы живые. Или как? Я не знаю. Это ужас. Снова Коннор. Поговорить с Амандой. Так, погода испортилась. Где она? Клацаем. Чего клацаем, потом говорим. Такой звук, по-моему, был, когда Маркус и Снорд руками дотронулись. Мы прям на льду. Теперь страна стоит на пороге гражданской войны. Машины восстают против своих хозяев. У людей нет выбора, кроме как их уничтожить. Холодно. Я думал, Камский что-то знает. Я ошибся. Может, он знает. Но ты решил не спрашивать. Холодно, давайте. Камский просто играл со мной. О, фотография Аманды. Я видел в доме Камский фотографию Аманды. Его учительницы. Когда Камский создавал меня, он хотел, чтобы интерфейс был знакомым. Поэтому и выбрал учительницу. К чему ты ведешь? А какова позиция Киберлайф? Чего они хотят? Киберлайф просто хочет урегулировать ситуацию и продолжать продажи. Почему Камский ушел из Киберлайф? Что случилось? Я ожидаю от тебя ответов, Конор. А не твоих вопросов. Блин. Ладно, с ней тяжело общаться очень. Ты можешь предотвратить войну. Найди девиантов, иначе наступит хаос. Это твой последний шанс, Конор. Это получается как будто в его подсознании. Оно переходит к ФБР. Что? Мы же напали на след. Мы... Нам нужно время. Мы ведь... Хэнк, ты не понимаешь. Это уже не рядовое расследование. Это гражданская война. Уже не наши масштабы. Это вопрос госбезопасности. Да пошли вы! Нельзя взять и все оборвать. Мы почти у цели. Ты ж бухтел, как тебя бесят андроиды. Хоть бы определился уже. Я-то думал, ты обрадуешься. Мы почти раскрыли дело. Мы в шаге от ответа. Да что от тебя, Джеффри! Не можешь хоть раз меня поддержать? Это вне моей власти. Вернешься в отдел убийств. Андроид вернется к себе в Киберлайф. Прости уж, Хэнк. Все кончено. Какой-то разблокирован путь. Поговорить с Хэнком. О, он на стол залез. Больше времени. Мы могли раскрыть это дело. Просто нужно было время. А ты вернешься в Киберлайф? Выбора нет. Меня деактивируют и будут искать причины неудачи. Это тоже ж можно считать за смерть. А что если мы не на той стороне? Опа. Что если мы реально боремся против угнетенного народа? Когда девианты восстанут, начнется хаос. К сожалению, было самым нормальным из предложенных. Мы могли помешать. Но теперь уже поздно. Ты отказался убить андроида в доме Камске. Ты поставил себя на ее место. А это эмпатия, Коннор. Эмпатия свойственна людям. Хэнк, не наезжай на нас только, пожалуйста. Замешательство. Замешательство. Друзья. В моей программе такие слова не прописаны. Тоже такое более... Самое более позитивное. Интересно, кожа у них жирнеет или нет? И она такая же мягкая, как у людей. Отступать нельзя. Ответ уже есть в собранных материалах. Перкинс заберет их, и все кончено. Выбора нет. Фаулер же сказал, нас сняли с дела. Вы сейчас должны мне помочь. Мне нужно время, чтобы найти ответ в материалах дела. Я точно знаю, что он там есть. Слушай, Коннор... Если я не раскрою это дело, Киберлайф меня уничтожит. Да, все, он уже девян, точно. Больше его не прошу. Только сам, наверное, еще этого не понял. Он боится смерти. Ключ от подвала на моем столе. Блин. Печеши давай. Думаешь, я надолго его задержу? Еще один путь разблокирован. Взять. Так. Мне кажется, он сам хотел ему навалять, и тут такая возможность. А если мы смотрим, ничего страшного? Он не ответит, сволочь. Ты у меня, походу, нос сломан. Все, насмотрелись, идем быстро. Спешим, спешим, спешим. Давай, давай, давай. Он же, наверное, сюда тоже шел. Эй, Коннор! Я к тебе обращаюсь, придурок! Че забыл тут? Нам тут пластиковых уродов не надо. Тебе что, не сказали? Еще вот этот, блин... Гаванюк, сраный. Мне приказано вернуться в Киберлайф. Я намерен сдать находящиеся у меня материалы и сразу уйти. Хорошо. Сто процентов он до нас бы доебался. Сто процентов. Не береги себя. Нынче у андроидов есть склонность к внезапному воспламенению. Вали отсюда, у нас мало времени. Чему? Ты чему? Сука. Какой он бесячий. Нет, 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 Коннор, сюда. Четыре минуты. Блин, за четыре шоу можно успеть за четыре минуты. Отойди. Пароль Хэнка. Что же мог выбрать старый матерый полицейский? Сраный пароль. Ну, конечно. Это вариант просто максимально очевидный. Где же Иерихон? Так, я помню. Ответ должен быть здесь. Я помню за вот эту статуэтку, когда у нас... Надо искать быстро. Был допрос. А, нельзя с ней еще сделать? С вот этим вот. Он нам сказал правду внутри. Это я точно помню. Правда внутри. Правда внутри. Я еще сразу подумала, что можно было разбить именно в доме. А, видите, оказывается, прям тут пригодилось. Блин, я не эту кнопку нажимала, прикиньте. Давай, давай, давай. Время. Время на исходе. Их память вот этих вот? Вот тот чел, это которого, походу, мы застрелили сначала. Этот, который себе голову разбил, а этот, который был в этом. Нет! Андролик, убивший хозяин. Я случайно. Ладно. А тот, который был в башне. Девиант, с которым Маркус пробрался на телепашню. Наверняка он знает, где все прячутся. Требуется 39,83. У этого не было таких цифр. Вот этого. А ты? 39,83. Требенка в заложнике. 39,83. О, есть. А-а-а. 4 минуты осталось. Нормально успеваем. А, он не видит? Обхитрить. Я девиант. Как и ты. Нам нужна инпама. Должны хитрить. Мне нужна помощь. Я должен найти Ерихон. Я не узнаю, не узнаю твой голос. Ты не из наших. Я не скажу тебе, где Ерихон. Так что не трать время. Не кричи на меня. А-а-а. Он с Маркусом же был знакомый. Дневник. Зачем нам дневник? Давайте Маркуса. Ну, из этих всех девиантов он не был знаком. Мы просим вас признать наше достоинство. Этот единственный знакомый. Наши надежды и наши права. Хотя, как он нам поможет? Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Обязательно слушать до конца. Мы просим вас признать наше достоинство. Наши надежды и наши права. Как пец. Все. Тихо. Поговорить. Кто здесь? Кто это? Все в порядке. Не бойся. Капец. Сколько всего они могут, эти андроиды? Это ужас. Я хотел помочь, но охотник на девиантов помешал. Ты не дал ему найти меня. Ты меня спас. Ты спас Иерихон. Все будет хорошо. Я вернулся забрать тебя. Дай координаты Иерихона. Нужно уходить. Координаты Иерихона? Да. Да, конечно. А это... Он не подумал, что это странно? Типа Маркус не знает. Блин, ну... Жестко. Походу, тут кто-то шарился. Я испугалась. Я думала, они заходят, когда мы. И я не успела. Какой серьезный. Последний шанс, Коннор. Блин, наверное, если понюс. Крена себе. What the fuck? Онр не попался Перкинсу. И еще две концов. Ага, три. Погиб в главе вне закона. Улика в главе напарники. Погиб в предыдущих сценах. Сколько тут всего? У Аманды доверие до сих пор. Это хорошо. Это хорошо. Отыскать Иерихон. Но мы могли его и не отыскать. Ладно, продолжаем. По три истории. Маркус, Коннор, Кера. Алиса, доверие. Это хорошо. И Лютер, доверие. А поговорить можно? Изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустили. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное. Наши вооруженные силы сократились сразу на две трети. А давайте лучше музыку. Капец. Капец. Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль и Иерихон. Там надо найти Маркуса. Он поможет. Она тоже знает о нем. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Тут немного. Но хоть что-то. Мой брат живет вонтарио. Какая она замечательная женщина. Он спрячет вас, пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Спасибо вам за все, Роуз. Дай мне знать, когда доберетесь, ладно? Будьте осторожны. Ты береги их. Идем, девочки. Надо бы поспешить. Да, ну да, судя по тому, что происходит в округе. Автобус ждать не будет. Идемте. Надо поспешить. Он вообще должен впереди меня идти? У него такой широкий шаг. Он же громадный. В смысле? Ой, что-то мне это не нравится. Меня так сейчас будет постоянно кидать? Из истории в историю? Значит, надо заканчивать. Давайте до корабля дойдем. Все граждане обязаны сдать находящихся в их распоряжении андроида в ближайший участок полиции или военный гарнизон. Воу, сколько тут уже. Вы звоните по номеру на экране, чтобы вызвать специалистов для изъятия андроида. Ни при каких обстоятельствах не пытаясь выничтожить андроида самостоятельно. Они непредсказуемы и могут проявить. Надо найти... Теплое место для Алисы. Адроида никого не трогали. Купы. Теплое место, хорошо. Я перестрелялась. Он впереди. Слева. Прямо целая площадь андроидов. А потом налетела полиция и... Открыла огонь. Да. Мы ничего плохого не делали. В связи с кризисом, и мы. Как самочувствие? Мне жарко и почему-то холодно. Будь с ней. Найду этого Маркуса. Последняя речь через два часа. Автовокзал на другом конце города. У нас нет времени. Уедем, как только будут паспорта. Кара. Мне надо тебе сказать. Про Алису. Угу. В автобусе поговорим, ладно? Она кому-то этот момент оттягивает. Я скоро побудь с ней. Очень терпливый. Это Лютер. Опа. Ладно, ребята, давайте мы на этом остановимся и продолжим в следующей серии. Мне это что-то вообще не нравится. Я думала, будет только Кара. А у нас тут Конор в одежде человеческой. Все. Заканчиваем. И встретимся в следующей серии. Надеюсь, вы очень ждете. Всем хорошего дня. Хорошего настроения. Все плывы находятся в описании. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Жмите колокольчик. Комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.